Большой Сергеевич Михайлович за приглашение принять участие в Конгрессе. Ну, очень провокационно два практически очень похожих доклада. С другой стороны, позволит сэкономить, наверное, время и остановиться на каких-то таких моментах, которые не будут пересекаться. Но если брать клинические рекомендации, на них уже останавливались. Вроде как на сегодняшний день для плоскоклеточного рака пищевода остается предоперационная химно-лучевая терапия, опции выбора. И уже упоминалось исследование КРОС, которое пока на сегодняшний день еще не отменено. Но и большой мета-анализ, который показывает, что преимущество химии-лучевой терапии против химиотерапии заключается на сегодняшний день, это прежде всего в количестве полных патоморфологических ответов, это в N-статусе после операции, это в количестве R-нор-резекций, наличие патоморфозы, в меньшем количестве местных рецидивов. А вот что касается безрецидивной выживаемости и общей выживаемости, опять-таки пока по данным мета-анализов все складывается в пользу проведения химио-лучевой терапии. Но есть нюансы. Если посмотрим на статистику, то в нашей стране, по крайней мере, ситуация вроде как стабилизировалась на уровне 6,5 тысяч новых случаев рака пищевода. И посмотрите, какая интересная история, что практически треть ранних раков, треть третьей стадии, треть четвертой стадии, и при этом на протяжении последних нескольких лет 52% одногодичной летальности. То есть в течение года по каким-то причинам умирает практически вся четвертая стадия и две трети третьей стадии. Это вот те данные, которые для сегодняшнего дня есть по стране. Второе, в чем скроются нюансы, это с кем мы имеем дело. Подавляющее большинство пациентов – это старшая возрастная группа, 40% – это группа старше 70 лет по заболеваемости рака пищевода. И опять-таки, если посмотреть свод различных исследований, то химио-лучевую терапию в возрасте старше 75 лет перенесет не более 10%, только лучевую терапию – 70%. И вообще завершенность всего запланированного курса химио-лучевой терапии в старшей возрастной группе в зависимости от клиники и в зависимости от опыта центра колеблется от 10 до 40%. И 85-90% после назначения химио-лучевой терапии возвращаются на хирургический этап лечения. Основная причина, конечно, безусловно, это токсичность. И практически 20% гематологической и негематологической токсичности грейд 3 и выше. И вот довольно интересным, на наш взгляд, кажется тот факт, что эта токсичность в том числе зависит не только от возраста, не только от применяемой схемы, но и от локализации. При верхнем расположении в грудном отделе пищевода токсичность гематологическая более третьего грейда составляет около 30-40%, при средней третьей – это уже показатель около 50-60%, в то время как при нижней третьей – это показатель достигает 68-84%. Что касается, опять-таки, метаанализа различных исследований, более 4,5 тысяч пациентов из 50 исследований, предоперационная летальность при проведении химио-лучевой терапии чуть выше 5%, фактически каждый 20-й. И 18 исследований, 3 тысячи пациентов, частота послеоперационных осложнений всё-таки выше в группе химио-лучевой терапии и преимущественно она выше за счёт кардиологической токсичности, лёгочной токсичности. И да, действительно, чуть больше есть вероятность несостоятельности антистомоза, которая, правда, не приводит к увеличению послеоперационной летальности по этой причине. Если мы обратимся к нашим скромным данным, мы проанализировали за последние 2 года информацию, потому что у нас были определённые структурные изменения, то, в принципе, по заболеваемости данные у нас не отличаются от всего региона. Это старшая возрастная группа, подавляющая большинство. Вы видите, что старше 60 лет практически 3 четверти пациентов. Это средняя и нижняя треть пищевода, подавляющая большинство тоже пациентов, и в первый год у нас до хирургического компонента лечения добралось 55%. Если вы видите количество курсов химиотерапии, которые удалось провести на фоне химио-лучевой терапии, оно было примерно одинаково – 1, 2, 3, 4. Но если уже мы отработали эту методику, и на втором году при коррекции сопроводительной терапии, вы видите, что в принципе сама химио-лучевая терапия, если в клинике всё поставлено на поток и отработано взаимодействие между хирургами-лучевыми терапевтами, химиотерапевтами, сопроводительной терапией отработано, то вот на втором году из 32 пациентов до хирургического компонента добралось уже 27 пациентов, это 84, что в принципе соответствует практически уже таким международным данным. Если мы посмотрим на вклад химио-лучевой терапии и химиотерапии в итоговую результативность, тоже большой метаанализ, больше 12 тысяч пациентов, в чём кроются некоторые нюансы? Действительно, при проведении химио-лучевой терапии число полных патоморфологических ответов практически в три раза выше, чем при проведении химиотерапии. Если мы при этом посмотрим на отдалённые результаты, то отдалённые результаты в большей степени были связаны именно с количеством патоморфологических ответов полных, нежели с компонентом лечения. При достижении полного патоморфологического ответа, независимо от того, было достигнуто это с помощью химиотерапии или химио-лучевой терапии, данные по общей выживаемости в этой подгруппе пациентов не отличались. Но при недостижении полного патоморфологического ответа, проведении химио-лучевой терапии, даже статистически достоверно ухудшало результаты и 90-дневной выживаемости, и результаты отдаленной выживаемости. Таким образом, тот выигрыш, который реализуется в процессе химио-лучевой терапии, он связан преимущественно с тем, что практически в три раза больше мы достигаем количества полных патоморфологических ответов, что является независимым прогностическим фактором, предиктивным улучшением отдаленных результатов лечения. На этом чуть подробнее потом остановлюсь. И еще один момент, на котором хотелось бы остановиться, что вот при предыдущем докладе не было озвучено, это необходимость применения индукционной полихимиотерапии. У нас в клинике мы ее применяем преимущественно по причинам довольно ослабленного ЭКОК-статуса, когда пациент сразу не может перенести химио-лучевую терапию. И когда есть проблемы с нутритивным статусом пациента, мы проводим два курса индукционной химиотерапии, с последующим переходом на химио-лучевую терапию. Нашли одну единственную такую довольно большую работу, посвященную этой проблематике, насколько может индукционные курсы химиотерапии влиять на эффективность последующей химио-лучевой терапии, вообще всего комбинированного лечения. Отмечается тенденция к улучшению при применении индукционных курсов, не достигшая статистической достоверной разницы. Но посмотрите, опять-таки есть нюансы в зависимости от степени дифференцировки опухоли. Нижние две кривые на нижнем графике пунктиром – это пациенты с низкодифференцированным статусом опухоли. И в данном случае проведение или не проведение индукционных курсов химиотерапии не оказывает никакого влияния на отдаленные результаты. И в целом эта подгруппа характеризуется худшим прогнозом. А вот в случае высокой и умеренно дифференцированной опухоли, проведение двух индукционных курсов химиотерапии существенно улучшает отдаленные результаты. Поэтому это может быть таким дополнительным фактором при принятии решения о целесообразности проведения этих двух курсов. В среднем, опять-таки, 32 исследования, метаанализ практически 8000 пациентов. Разные варианты сравнивались. Неодемантная терапия выигрывает в общей выживаемости, в частоте местного рецидива, в частоте R0-резекции и увеличивает незначительный риск недостаточности анастомоза и увеличивает послеоперационную летальность. То, о чем уже говорилось в предыдущем докладе, современное направление движения – это попытка сравнить, насколько необходим действительно вклад вот этого лучевого компонента, и можем ли мы на сегодняшний день остановиться на применении только химиотерапии. Опять-таки, одно из крупных исследований, которые есть, рандомизированы на сегодняшний день, это исследование NERAGIS, которое показало, что при проведении химио-лучевой терапии по протоколу КРОС все-таки сохраняется вот эта вот разница в полных патоморфологических ответах, она трехкратная сохраняется, 16% против 5%, и небольшое увеличение частоты R0-резекции. При этом, опять-таки, был подгрупповый анализ, который показал, что патоморфологический ответ опухоли на проведенное лечение является прогностическим фактором отдаленных результатов. Вы видите, как отличаются кривые в зависимости от того, был или не был достигнут полный патоморфологический ответ. Но это не транслировалось на общую выживаемость, если брать группу целиком. Опять-таки, вот тот выигрыш, который реализуется в группе химио-лучевой терапии, он реализуется преимущественно за счет увеличения количества тех пациентов, которые достигают полного патоморфологического ответа. Безусловно, на отдаленные результаты преимущественно влияет системный характер воздействия. Помимо этого исследования, второе исследование, которое сегодня уже было озвучено, это GCOG-1.0.1. И исследование еще S-APEC, которое тоже, в принципе, по аналогичной схеме идет. То есть на сегодняшний день довольно много исследований, которые пытаются проанализировать данную ситуацию. Об этом исследовании GCOG-1.0.9 тоже уже упоминалось, и данные были представлены, что если мы посмотрим на трехлетнюю выживаемость, то применение химиотерапии по схеме ДЦФ принципиально не отличается от химио-лучевой терапии. Ну и опять-таки, то, о чем уже тоже говорилось, это следующее направление, куда мы движемся, это попытки имплементации иммунотерапевтического компонента в предоперационное лечение с целью попытки компенсировать вот тот единственный недостаток, который на сегодняшний день есть у химиотерапии в сравнении с химио-лучевой терапией. Увеличить группу пациентов, которые достигают полного патоморфологического ответа. И довольно большое количество сейчас исследований второй фазы, которые начинают уже опубликоваться преимущественно, это тоже азиатский регион. И вы видите, что химио-иммунотерапия, достижение полного патоморфологического ответа 40% и практически полный major pathological response 60%, что, в принципе, уже становится сопоставимой и даже несколько превышает показатели, которые были в исследовании ФРОС. По нашим данным, за последние два года из 44 пациентов 39 прооперированы после предоперационной химио-лучевой терапии и количество патоморфозов, которые было достигнуто, это 40% полных патоморфологических ответов и 56% это major pathological response. И вот это послужило причиной того, что Андрей Борисович Рябов в том числе был инициатором идеи попытки тоже провести такое пилотное исследование по интеграции иммунотерапии в схему лечения предоперационного плоскоклеточного рака пищевода. Правда, мы решили это расширить, и дады на карциномы пищевода. И цели, которые мы ставим, это попытка достичь полного или выраженного патоморфологического ответа более чем в 55% случаях, оценить нежелательные явления и в качестве вторичных конечных точек оценить переносимость этого режима и частоту послеоперационных осложнений. Исследование сейчас на стадии инициации. Спасибо.